здравствуйте друзья и гости канала успеть задние сутки с вами снова людмила и сегодня уже 11 февраля 2020 года и сегодня у нас с вами очень важно и очень нужное видео о том как же вырастить вот такую культуру который находится у меня сейчас на столе те кто уже выращивал те догадались что это имбирь имбирь это субтропическое растение которое очень любит тепло и влагу среда его обитания это китай индонезия австралия цейлон западная африка ямайка центральная америка а где же растет имбирь в россии такой вопрос а имбирь в россии растет мобильная грядка на подоконниках на балконах и в теплицах почему же такая несправедливость ведь мы же выращиваем у себя в холодном климате помидоры перцы огурцы и баклажаны это тоже культуры которые пришли к нами с теплого климата ответ простой дело в том что селекционеры долгое время на колдовали над этими культурами и вырастили гибриды и сорта которые более менее устойчивы к прохладной погоде а имбирь 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 у нас привозной в магазинах лежит и так что же нужно чтобы вырастить у себя в холодном климате осени урожай замечательного имбиря ну во первых нужно подойти ответственно к выбору посадочного материала поскольку у нас в садоводческих магазинах не продаются клубни имбиря на посадку поэтому мы идем супермаркет там в гипермаркет и выбираем ваш они вот такие огромные корни это мы естественно молодым не просто интересно на каких удобрениях они такие большие выращиваются значит я посмотрела это ботанический сорт фламинго называется по 289 рублей и скидка на него сейчас 179 рублей получается 90 копеек 10 рублей скидка выбрать так на что нужно обратить внимание когда мы будем выбирать во-первых имбирь должен быть упругий плотный без следов гниения и у него должны быть глазки которые будут дальше давать вот такие зеленые ветки то есть и должно быть достаточно хорошо видно приобретая вот вот этот имбирь в супермаркете ашан я обратила внимание что сорт называется фламинго раньше как-то я не обращала внимание но теперь мне стало интересно потому что у этого сорта какой-то он знаете такой вот прям разлапистый если так можно сказать должна сказать что некоторые из нас да и я в свое время ошибочно принимала вот это за корень имбиря это не корень да смотрите вот еще раз на вот эту картинку это видоизмененный подземный побег от которого потом идут надземные побеги из почек и идут корни нормальные на нормальную глубину так что если вы будете выращивать имбирь на балконе в мобильных грядках или в теплице в мобильных грядках высота мобильной грядки должна быть порядка 30 сантиметров иначе корням имбиря будет просто некуда расти а что же дальше а дальше мы должны разделить вот эти большие корневища на более мелкие с учетом видимых почек которые дадут потом нам вот эти стебли мы разрезаем корневище на несколько частей я даже сделала такое маленькое корневище здесь явно выражено 3 почечки и далее срезы обязательно нужно припудрить залой или же активированным углем дать подсохнуть в течение суток а далее мы на сутки замачиваем вот это корневище в теплой воде и оставляем так чтобы было тепло все время для чего это нужно для того чтобы вот эти спящие почки начали просыпаться дело в том что при промышленном способе добычи имбиря он обязательно обрабатывается специальными химическими препаратами так называемыми ингибиторами которые замедляют все жизненные процессы внутри вот этого корневища поэтому мы должны разбудить эти процессы все корневище которые я выбрала уже с явно хорошими почками такое впечатление что его забыли обработать этими химическими препаратами и почки пошли в рост уже в магазине но при этом корневище хорошая упругая не гниет ничего то есть как надо и я еще при замачивании добавила сюда свои любимые препараты ну биококтейль для чего для того чтобы вот это корневище набрало хорошую жизненную для того чтобы для последующего роста следующий момент это нужно очень ответственно подойти к выбору почвы дело в том что имбирь очень и очень любят органику то есть мы можем туда брать перегной компост добавлять перепревший навоз то перегнившие листья все что угодно но но при этом кислотность почвы должна быть от шести до шести с половиной то есть имбирь любит немножко чуть-чуть кисленькую почву об этом почему-то практически никто не говорит следующий момент это освещение вот я посадила эти корешки кстати это корешочки которые мы собрали в прошлом году и поскольку и химической обработки никакой не было они очень быстро почки проснулись и тронулись в рост вот и мне срочно пришлось сажать вот этот имбирь 12 декабря в прошлом году поэтому он уже вот настолько вырос вот и до этого момента то есть вот пока он был маленький он помещался под фитолампой сейчас растет рядом с фитолампой то есть освещение для имбиря очень важно но это в условиях квартиры а что же в условиях балкона или теплицы или открытого грунта на даче а здесь тоже очень все должно быть продумано потому что имбирь несмотря на то что он любит свет он не любит солнце от солнца он начинает гореть к сожалению даже от утреннего солнца именно так у меня к сожалению получилось в прошлом году в конце мая начале июня утреннее солнце начало прижигать нежные листья имбиря хотя он сидел за теплицей солнышко туда за теплицу доставало в эти утренние часы поэтому когда будем высаживать имбирь на постоянное место обязательно нужно продумать вопрос чтобы от прямого солнца имбирь был защищен это может быть тюль марля я не знаю может быть даже какие-то растения которые растут рядом высокие чтобы они уже даже в начале июня давали рассеянный такой солнечный свет имбирю это очень важно следующий очень важный момент это полив бель как субтропическое растение конечно любят влагу вот и сейчас я его каждый вечер опрыскиваю по листикам но это не все полив естественно значит я смотрю пальчиком пробую землю если она еще влажная я не поливаю а если уже чувствую что подсыхает поливаю и опять несколько дней не трогаю то же самое должно быть и на постоянном месте если влаги будет очень много корни и корневища просто сгниют вы там потом ничего не найдете а верхушка засухнет вся когда имбирь начинает наращивать корневища у него они иногда начинают выпирать из земли и в этот момент имбирь нужно немножечко подокучить но совсем немного не так вот как мы там картошку окучиваем на пол куста они много либо же сверху сделать мульчирование мульчирование тоже нужно делать осторожно и вот по какой причине ну во первых мы знаем что мульчирование замечательно предохраняет почву от прорастания сорняков но не дает им просто прорастать это очень хорошо замечательно потому что имбирь не любит сорняки они полезут за такой длительный вегетационный период во вторых мульчирование держит влагу внутри почвы а нам это очень важно чтобы не мокро было вот там сырка в болоте а именно влажно но при этом мы должны понимать что мульчирование не дает прогреваться нормально земле в которой растут корневища имбиря и вот это уже минус поэтому здесь как-то нужно попытаться совместить одно с другим и отсюда вытекает следующее требование к температуре почвы дело в том что корневища имбиря интенсивно начинают расти только когда температура почвы выше 15 градусов у нас в прошлом году скажем честно совсем было не имбирное лето вот я замеряю температуру в теплице 29 июня 2019 года в маленькой теплице плюс 14 градусов мне интересно какая температура земли сейчас замеряем ну короче говоря в теплице температура земли 14 градусов откуда же здесь было взяться большому урожаю тем более что почва была холодная не день-два-три а на протяжении полутора месяцев самой вот и середины лета когда мы будем высаживать имбирь на постоянное место в теплице мы должны учесть момент температуры почвы и должны продумать как нам сделать так чтобы земля внутри грядки в теплице было выше 15 градусов а чем больше тем лучше но не до 30 иначе рост имбиря прекратится вот такие важные условия но это тоже не все нужно учитывать еще такой момент что имбирь как и обычные растения подвержены разным заболеваниям это может быть и ржавчина это может быть при высокой температуре и сухом воздухе паутинный клещ будь он неладен это могут быть трипсы всевозможные это улитки и слизни то есть на пасти на самом деле много этому за имбирем смотрим точно так же как и за любой другой культурой без внимания не оставляем небольшое дополнение для тех кто захочет выращивать имбирь и в мобильных грядках на балконе или в мобильной грядке на даче высота мобильной грядки должна быть где-то порядка тридцати сантиметров потому что еще раз напомню этот момент корневище мы кладем горизонтально вот так а сюда пойдут корни имбиря и им нужно место для того чтобы нормально развивалась корневище поэтому для домашнего разведения скажем так имбиря вам нужно быть мобильная грядка ну полметра допустим сантиметров на 30 и на 30 ну и соответственно с дренажными отверстиями обязательно не надо идти на ту ситуацию когда вы на дно будете сыпать керамзит там еще что то еще что то и потом земля и имбирь лучше не надо потому что излишняя влага просто погубнет и корни и корневище ну вот собственно и все что я хотела вам сказать в этот раз пока на данный момент информации я думаю хватает вы можете приступить к посадке имбиря сейчас его я тоже вот это сейчас буду сажать итак я взвесила имбирь ботанический сорт фламинго здесь 205 граммов эта информация просто для того чтобы знать что у нас получится осенью какая разница а далее следующее видео я планирую выпустить уже когда привезу имбирь на дачу и буду делать пересадку в теплицу я буду высаживать его на этот раз в теплицу они в открытом грунте если видео вам понравилось ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал успеть за одни сутки а а Субтитры создавал DimaTorzok